Ну что же, а теперь чуть-чуть о технологии. Давайте поговорим. Все-таки, коль уж мы говорим о компании Nike, коль уж говорим о том, что компания Nike лидер мировых спортивных технологий, то я хотел бы пригласить на эту сцену двух представителей компании Nike. Это Александр Маслов и Павел Суворов. Ну и, естественно, речь пойдет о том, чем же, собственно, технологически эта форма Nike отличается от любой другой, и в том числе от любой другой формы спорта. Добрый день, дамы и господа. Мы очень рады видеть вас на нашем мероприятии, посвященном, как вы знаете, презентации новой формы футбольного клуба «Спартак Москва». Мы с Сашей расскажем о том, как эта форма создавалась, какие у нее особенности наши через момент 5 минут. Итак, уже уже 12 лет, на протяжении своей 37-летней истории, компания Nike предоставляет футбольную экипировку лучшим футбольным клубам мира, предоставляет самую современную, самую лучшую футбольную экипировку. Каждый раз, занимаясь дизайном форме, разрабатывая ее, и это уже много раз звучало, всегда интересно заглянуть в историю этой клубы, посмотреть, что же было в прошлом, что носили наши предки, какие цвета использовали, какие элементы дизайна и символики. И также, начав разработку этой формы «Спартака», мы в очередной раз заглянули в богатую традициями истории клуба и очередной раз восхитились, насколько интересна и насыщена она событиями, насколько велико наследие, которое оставили игроки, представляющие футбольный клуб «Спартак». Поэтому основной визуальный посыл, который мы привнесли в эту форму, это, опять же повторюсь, это традиция, традиция и еще раз традиция. Это традиционная красная майка без каких-либо контрастных белых вставок, чтобы особенно подчеркнуть эстетику белой полосы и ромбика, символики, свободного клуба «Спартак». Очень ждем вторую звезду. Всегда готовы ее туда пришить. Что же касается технологий, я попрошу вас сказать, Сашу. Спасибо большое. Спасибо, Павел. Меня зовут Александр, как мне уже представили, одобрые и уважаемые журналисты. Прежде всего, хочется сказать, что для нас, ради компании «Лидер» важно сохранить высокие стандарты качества. Не только сохранить, но еще и соответствовать и предвосхищать ожидания профессиональных спортсменов. И здесь, прежде всего, мы исходим из того, что нужно спортсменам. Для нас, как для компании-разработчиков, важно помочь преодолеть спортсменам неприятные моменты, которые могут возникнуть в ходе игры. И здесь мы смотрим на две группы факторов. Первая группа факторов относится к внутренней. И здесь есть несколько моментов, которые бы я хотел отметить. Первое – это форма намокает и становится тяжелой. Второе – форма прилипает и сковывает движение спортсменов. Третье – тело перегревается и выносит спортсмен и немножко снижается. И здесь главным инструментом для нас являются передовые технологии «Найд». В данном случае мы используем сочетание двух технологий – «Драйфит» и «Сфердрай», которые замечательным образом дополняют друг друга и дают превосходный результат. Немножко каждая, каждая из них. Технология «Драйфит» представляет из себя структуру направленных волокон, который превосходно впитывает влагу и распределяет ее по поверхности. При этом степень распределения влаги по поверхности превосходит аналогичные ткани, что способствует быстрому высыханию. Однако это не спасает от прилипания. И здесь нам помогает технология «Сфердрайфит», особенностью которой является, так скажем, мелкозернистая текстура ткани, снижающая площадь соприкосновения ткани и формы с телом спортсмена. Наличие участков, отстоящих от тела спортсмена, способствует улучшению вентиляции. Таким образом, тело не перегревается и майка не прилипает. В дополнение ко всему, на задней панели майки используется сечетая ткань, которая также улучшает вентиляционные свойства. Касается внешнего фактора, хотелось бы отметить, что нередко на сегодняшний день является не совсем корректная игра соперников, когда мы видим захваты за майку. И здесь, с решением проблемы, мы видим в себе изменение покроя формы. Современная форма гораздо более плотно облегает тело спортсмена и делает его не только более эффектным на поле, учитывая спортивную форму и общую подтянутую спортсменов, но еще снижает вероятность захвата соперником в силу отсутствия свободы болтающихся тканей. Мы считаем, что совокупность всех этих факторов создает идеальные условия, в которых спортсмен может сконцентрироваться на игре, а не раздражающих его моментах. Спасибо.